МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Умение не договариваться, а брать на себя общую ответственность за судьбу государства, которая оказалась в очень сложном положении, подчеркнул президент. И добавил, что внесет на утверждение парламента ту кандидатуру премьера, которую предложит парламентская коалиция. Это ответственность парламента, ответственность коалиции. Мы, наконец-то, должны построить новую модель взаимоотношений избирателей, депутатов, коалиций, правительства и президента. И у каждого есть своя зона ответственности. Я заинтересован, чтобы у нас была коалиция в 300 голосов. Я заинтересован в том, чтобы мы провели фундаментальные изменения в Конституции, в том числе изменения по децентрализации, без которых страна не выживет. Я не буду сейчас рассказывать о сущности изменений, но значительная часть, и судебная реформа, и реформа децентрализации требует конституционных изменений. Поэтому наши двери будут открыты. Коалиция будет создана в ближайшее время, чтобы новое правительство и новый парламент могли быстро и эффективно провести реформы необходимой стране. Об этом заявил премьер-министр Арсений Оценюк после встречи с президентом Петром Порошенко. Премьер обратился в ЦИК с просьбой, как можно быстрее подсчитать результаты голосования и огласить их, чтобы в одномандатных округах было ясно, кто выиграл выборы и каким образом формировать новую коалицию. База для новой коалиции – это соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Именно это должно стать основой коалиционного соглашения. Народ Украины определился. И надеюсь, что в новый кабинет министров Украины войдут исключительно профессиональные люди, которые способны проводить реформы и принести изменения для Украины. Проект коалиционного соглашения для создания большинства в будущей Верховной Раде, подготовленный блоком Петра Порошенко, будет опубликован сегодня. Об этом заявил один из лидеров партии Юрий Луценко. По его словам, документ будет включать в основном сокращенный вариант президентской программы «Стратегия-2020» и календарный график законодательных инициатив, которые должны быть поддержаны парламентским большинством. Луценко также сообщил, что консультации по формированию парламентской коалиции начались между партией «Блок Петра Порошенко» и партией «Народный фронт». Также в коалицию приглашаются все партии «Майдана», «Свобода», «Самопомич» и «Батьковщина», добавил Луценко. Явка избирателей на парламентских выборах во всех 198 округах составила 52,42%. По данным Центра избиркома, наиболее активными были избиратели во Львовской области – это 70%, в Тернопольской – 68% и в Волынской области – почти 65%. Самая низкая явка избирателей в Донецкой и Луганской областях – чуть более 32%, а также в Одесской – почти 40%. В Киеве проголосовали более 55% избирателей. ЦИК продолжает обрабатывать протоколы, полученные из избирательных участков. Там сейчас работает наш корреспондент Оксана Прыжко, у нее знаем все подробности. Оксана, тебе слово. Подсчет голосов по партийным спискам приближается к экватору. На данный момент Центр избиркома обработал уже свыше 48% электронных протоколов. Результаты пока неизменны. По-прежнему лидирует Народный фронт с показателем 21,62%. При этом Народный фронт увеличил разрыв с ближайшим своим конкурентом – блоком Петра Порошенко – на 1,5%. Тройку лидеров замыкает объединение «Самопомич» 10%. По-прежнему с 10% на 4 месте идет оппозиционный блок. На пятом месте также идет с показателем чуть более 7% идет радикальная партия Олега Ляшко, но и замыкает перечень партий, которые лидируют в Атьевщина, с показателем почти 6%. На брифинге, который недавно состоялся, председатель Центр избиркома Михаил Ахендовский заявил о том, что на самом деле Центр избирком мог бы быстрее обрабатывать данные, если бы окружкомы активнее вносили и немедлили с передачей информации от участковых избирательных комиссий. Он заподозрил, назвал 10, в частности, окружкомов и заподозрил их в умышленной задержке передачи данных и внесении информации из протоколов от участковых избирательных комиссий в электронную систему выборы. Такое подозрение возникло потому, что причины, по которым окружкомы медлят, довольно неубедительны. И, скажем так, шиты белыми нитками. К примеру, 106 округ Одесской области члены избирательной комиссии внесли менее 10% данных в электронную систему выборы лишь только потому, что объявили перерыв до вторника. Некоторые избирательные комиссии окружные неоправданно возвращают протоколы участковым комиссиям на переголосование. И таким образом задерживают общий подсчет голосов. Далее слушаем Михаила Хендовского. Все народные депутаты Украины, которых можно было избрать 26 октября, 423 человека уже выбраны. И это зафиксировано протоколом участковых избирательных комиссий и бюллетенями. И только в соответствии с этими протоколами и содержанием этих бюллетеней центральная избирательная комиссия будет устанавливать результаты выборов. С помощью окружных избирательных комиссий или без их помощи. При участии, конечно, правоохранительных органов. Таким образом, Михаил Хендовским одним пригрозил криминальной ответственностью, одним членам избирательных комиссий, которые задерживают подсчет голосов. Одним пригрозил криминальную ответственностью, другим административной. Ну и продолжается также обработка электронных протоколов по одномандатным округам. Что интересно, что в некоторых из них лидирует Дмитрий Ярош. Также по трём одномандатным округам лидируют три брата Балоги. И по одному из одномандатных округов лидирует сын Петра Порошенко Алексея. Пока у меня всё. Спасибо, Оксана. Напомню, на связи со студией была наш корреспондент Оксана Опрышко. В Донецкой области под Дебальцевой боевики обстреляли членов избирательной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета избирателей Украины. Инцидент произошёл около часа ночи, когда члены избиркома после подсчёта голосов на участке решили безотлагательно транспортировать документацию в Краматорск. Ранее туда перевели окружную комиссию. По дороге их машина попала под обстрел. Никто не пострадал. Для обеспечения безопасности окружком принял решение транспортировать документацию только днём. В Комитете избирателей Украины зафиксировали 850 нарушений на выборах в Верховную Раду. Но они не повлияют на результаты голосования, поскольку были технического характера, сказал глава правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. Он подчеркнул, что речь идёт о так называемых непринципиальных и незначительных нарушениях. Россия признала прошедшие внеочередные парламентские выборы в Украине. Об этом сообщил замглавы МИДа России Григорий Карасин. По его словам, в Кремле ждут официальное подведение итогов. Политик также отметил, что в новой Верховной Раде необходимо будет наладить диалог с представителями всех регионов и стремиться к дипломатическому решению проблем на Донбассе. Ранее в Госдуме Федерации также заявили, что уважают выбор тех, кто принял участие в выборах Верховную Раду и хотят сотрудничать с теми депутатами, которые настроены на конструктив. Делегация международных наблюдателей на выборах Верховную Раду от парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества положительно оценивает ход парламентских выборов в день голосования 26 октября. Об этом заявил глава делегации Давид Саганелидзе. Явку в 52% он назвал неплохой, однако отметил, что более половины населения страны все же утратило интерес к выборам. Жозем Эноль Борозу назвал выборы в Украине победой демократии и политики еврореформ. Об этом дипломат написал в своем твиттере. Председатель Еврокомиссии в своем посте также поздравил украинский народ с выборами. Представители Евросоюза сошлись во мнении, что на голосовании в Украине однозначную победу одержали проевропейские силы. В генсиях Совета Европы Турбьерн Ягланд поприветствовал проведение парламентских выборов в Украине. Он отметил, несмотря на то, что подсчеты еще уточняются, выборы в парламент продемонстрировали стремление украинского народа к миру, демократии и единству страны. Политик также поприветствовал приверженность президента Порошенко и премьер-министра Иценюка к реформам, которые были поддержаны большинством избирателей. Напомню, ОБСЕ признала парламентские выборы в Украине. По словам международных наблюдателей, отсутствие голосования в некоторых областях не может повлиять на легитимность результатов голосования. Комиссар Евросоюза по вопросам расширения европейской политики соседства Штефан Фюлле положительно оценивает парламентские выборы в Украине. Еврокомиссар также написал в Твиттере, что видит желание нашей страны следовать по пути европейских реформ. Наблюдатели организаций за демократию и экономическое развитие признали выборы в Верховную Раду состоявшимися. По словам представителей ГУАМ, выборы в парламент Украины были проведены в соответствии с международными стандартами демократических выборов. Наблюдатели отмечают, что были соблюдены обязательства и стандарты ОБСЕ и Совета Европы. Кроме того, были организованы в соответствии с национальным законодательством, а также правилами и процедурами, разработанными Центральной избирательной комиссией Украины. Несмотря на высокую состязательность, выборы прошли спокойно и организованно. Выборы в Верховную Раду соответствовали всем принципам и требованиям избирательного права. Об этом сообщили наблюдатели Международного центра избирательных систем. По словам президента организации Александра Цинкера, в ходе выборов были соблюдены базовые правила, обеспечивающие свободу волеизъявления, подсчет голосов и наблюдения за подведением итогов. Международные наблюдатели рассказали об основных трендах этих выборов. Мне кажется, результаты выборов показали четыре тренда. Первое, это то, что граждане Украины хотят, чтобы сотрудничали Порошенко и Яценюк и занимались реформами. Второе, то, что граждане Украины хотят новых лиц в политике. Третье, наверное, все же путь мира лучше, чем путь войны. И четвертое, как ни странно, в общем-то, они считают, что какая-то оппозиция должна быть внутри парламента. Премьер-министр Канады Стивен Харпер поздравил украинский народ с проведением досрочных парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении канадского премьера. По его мнению, это голосование является важным шагом в процессе укрепления демократии. Харпер отметил, что у лидеров Украины впереди еще много работы для обеспечения экономической, социальной и политической стабильности для страны. Политик заверил, что Канада будет продолжать поддерживать мирный украинский народ, который наметил новый курс истории. Премьер уверен, что граждане нашей страны продолжат демонстрировать стойкость и мужество перед лицом военной агрессии со стороны путинского режима. Соединенные Штаты считают прошедшие накануне выборы Верховной Рады демократичными. Об этом говорится в совместном заявлении посла США в Украине Джеффри Пайета и посла США при ОБСЕ Дэниела Бейера. Дипломаты отметили, что они наблюдали украинскую демократию в действии, когда страна второй раз за год пошла на избирательные участки. На этот раз проголосовать за новый парламент. Послы назвали атмосферу на десяти участках, которые они посетили в Киеве, оптимистичной и позитивной. Они считают, что подобное голосование граждан Украины является еще одним шагом на демократическом пути развития государства. Виталий Кличко отказался от депутатского мандата и заявил, что останется киевским городским головой. Кличко подчеркнул, киевляне дали ему большой кредит доверия, чтобы реализовать необходимые реформы в столице. И он ни в коем случае их не подведет. Киевский глава также выразил надежду на то, что в ближайшее время в Верховной Раде будут приняты законы, необходимые для дальнейшего развития украинской столицы. Ну и далее в нашем эфире курсы валюты и цены на бензин. Увидимся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Ирв Is required